МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Восемь вечера. Пора вам, наконец, узнать главные новости этого дня. Я Алексей Лихман. Начинаем подробности. Дожить до пенсии. Какую удавку накинет на украинцев новый пакет законов ради транша МВФ? Новая метла. Юрий Луценко анонсировал большую чистку в ГПУ. В очереди на свободу. Поможет ли ходатайство о помиловании вернуть домой еще двоих украинских узников? Человек и закон. Как Аваков открестился от публикации миротворцем личных данных журналистов. В парламенте снова ломают голову, как собрать конституционное большинство голосов. Ведь на эту неделю нардепы запланировали дать старт судебной реформе. Еще Международный валютный фонд уже которую неделю ждет от депутатов законов, необходимых для сотрудничества. И вот к этим документам как раз больше всего претензий. О чем спорят в парламенте и какие планы на неделю? Все подробности в сюжете. Все, что не удалось сделать на прошлой пленарной неделе, депутаты решили перенести на эту. Завтра, говорят, первым делом заслушают с трибуны Надежду Савченко. А потом возьмутся за судебную реформу. Чтобы она стартовала, нужны изменения в Конституцию. А для этого сначала надо собрать 300 голосов в сессионном зале. Я очень всех прошу, сосредоточиться. Сегодня будет внесено в Верховную Раду закон про судочинство. Завтра постараемся включить в порядок день. В середину на заседании комитета и в четверть ключевое голосование в парламенте. Одной коалицией в составе БПП и Народного фронта собрать конституционное большинство голосов не под силу. Призывают поддержать и другие фракции. Но Батьковщина и самопомощь против такой судебной реформы требуют доработать. Можно освободить, возможно, до 30% судей. Но судебное вопрос, кто будет призначать следующих судей или вместо них. Сегодня инструменты призначения судей дальше остаются в олигархических руках. И поэтому прекрасное голосование принятия этих правил в конституции сенсу не имеют, потому что судовая система не изменится. Еще один ключевой вопрос. Законы, необходимые для сотрудничества с МВФ. На прошлой неделе большинство из них стреском провалили. Это 14 документов. И к ним по-прежнему много вопросов. Например, некоторые законопроекты предусматривают еще большее повышение тарифов и отмену льгот. Зараз тут плануется практически тотально прибрать все пильги по податкуванию малых сельско-господарских предприятий, перевезти на загальную модель. Вони после этого жить и не будут. Потому что в тот же час им предлагают кредиты по 35-40% речных. Все законопроекты, которые зарегистрированы в связи с МВФ, это были законопроекты, которые еще разработаны предыдущим урядом. И мы должны выполнить меморандум с МВФ, который был подписан и президентом, и премьер-министром, которого выбирала коалиция. Теперь фракции, которые вышли из коалиции, требуют от нынешнего правительства обнародовать текст договоренностей с МВФ, а также приглашают министра в парламент для публичного обсуждения текста меморандума. В то же время на сайте Минфина сегодня появилось сообщение, что еще продолжают работу над этим документом, подписание которого с МВФ планируется в течение месяца. И обещают его текст опубликовать. Что касается законов, необходимых для сотрудничества с Международным фондом, то и в оппозиционных блоках голосовать по ним отказываются. Мы не поддерживали законы, которые были в предыдущей сессии. И наша позиция не изменит. Умовы, которые предлагал МВФ для сотрудничества с нашей страной, для нас невыгодны. Наша позиция не голосовать за эти законы и переглянуть условия сотрудничества с МВФ. 132 законы, которые есть в предыдущем, левая часть – это законы, которые потребуются с идеологическими и политическими вопросами, а людей сегодня турбует больше экономика. Тема тарифов, тема выживания. Но изменений в бюджет в повестке на текущую неделю нет. Да и законы, необходимые для сотрудничества с МВФ, переписывали, но так и не дописали. Из них некоторые еще не прошли необходимого согласия по комитетам, но 8 из тех законопроектов мы сможем рассмотреть на этом тижнем. Мы имеем шанс тоже этого тижня, фактически две трети из того списка, в Верховной Раде пройти обговорение и принять соответствующие решения. Все важные законы депутаты разделили на два дня – вторник и четверг. И решили – будут работать до победного. Ольга Рызард, Владимир Самченко, подробности – телеканал «Интер». Общественное движение против кредитования МВФ предлагают организовать народные депутаты. Они уверены, что необходимые подписи соберут. Мы собираемся сделать сейчас общественное движение под такой простой надписью или таким девизом «Мыны Буралы, мыны Витдомо». Мы хотим собрать подписи по всей стране. Сегодня каждый родившийся украинец, он только родился с роддома, да? 8 тысяч долларов он должен МВФ. А как их отдавать? Поэтому вот мы такое движение делаем, я думаю, что мы соберем, ну, я не знаю, миллион подписей точно. Наше требование очень простое. Первое – не брать деньги под проедаемые проекты, как алкоголик, на очередную пьянку, да? Второе – расследовать, куда ушли эти деньги, которые набрали подряд четыре правительства. Каждая из них теперь не виновата. Они сделали пенсионный возраст сегодня, сказали, повышение до 70 лет при среднем жизни в Украине 70. Так что, хотя пожизненно, чтобы человек работал вообще никуда, света не видел. Ну, что это такое? Такого нет ни в Африке, ни в Китае, ни, я не знаю, ни в Южноафриканской республике. Что же все-таки сулят Украине договоренности с МВФ? Долговую яму или спасение? И есть ли иные пути вывести страну из кризиса? Мы поинтересовались мнением политологов. В других странах балансируют бюджет в основном за рахунок скорочения государственных вытрат. В Украине идут другим способом – увеличение тарифов и увеличение податков. Это не можно считать реформами, но для МВФ не имеет значения, каким образом вы балансируете бюджет. Бюджет сбалансован, деньги можно дать можно. И когда наши чиновники перекладывают свои, или свои неумения проводить реформы вимогами МВФ, это звучит нечестно. Даже нет катастрофы того, сколько долгов есть у Украины. Катастрофа, сколько Украина платит за обслуживание этого долга. За обслуживание своих долгов Украина платит порядка 5% своего ВВП. Одну 20-ю часть того, что мы весь год работали, мы должны будем заплатить только как за обслуживание процентов. А я уже не говорю по поводу тела самого кредита. Для Украины единственный шанс войти в зону устойчивости – пытаться начать жить по средствам, по карману. Должна осуществить и запустить структурные реформы. За газ люди должны платить реальную цену. Такое заявление сделал премьер-министр. А вот всех, кто нуждается, пообещал обеспечить субсидиями. При этом Владимир Гройсман объяснил, как сейчас формируется цена на газ. Об этом Владимир Гройсман сказал в Мариуполе, где представлял новую патрульную службу. Прифронтовой город стал последним из 28 городов Украины, где запущен этот проект. С каким настроением собираются выходить на улицы патрульные и что омрачило церемонию присяги, расскажет Станислав Кухарчук. Мариуполь, ночь перед присягой новых полицейских. На одной из улиц банальное ДТП, да вот только один из участников – непростой. По словам свидетелей, за рулем этого автомобиля был начальник патрульной полиции Киева. По всей видимости, Игорь Зазуля приехал на церемонию присяги. Уехал по главной дороге и вот стукнули меня, получается. Светопор работал? Нет, не работал. Не работал. Знак стоит там главная дорога? Да. Утром одному из интернет-изданий при службе полиции подтвердили. Зазуля действительно пересекал нерегулируемый перекресток, а погодные условия были сложные. Днем он все же был на церемонии принятия присяги. С журналистами не общался. В центр города, где принимали присягу новые патрульные, пускали только журналистов и приглашенных. Можно вас прислать? Мария с сыном в списках приглашенных. Ее муж принимает присягу. Говорит, отпускала супруга в полицию с неспокойной душой. Передавая от Мариуполя всего в 10 километрах. Мы не знаем, что может произойти в любой момент. Это очень тяжело. Ну, отпускаем. Ну, это его решение. Да, мы принимаем его решение. 172 полицейских. Их выбирали из 3,5 тысяч желающих. Подготовительные курсы 4 месяца. Это дольше, чем в других городах. У Елены высшее юридическое образование. Мы последнее место, которое выводит полицейских на улицу. Не отвечу тебя. Хвилююсь, как и все. Поздравить новых полицейских приехали премьеры-дипломаты из Японии, Канады, Соединенных Штатов и Евросоюза. Говорили о необходимости закончить реформы в правоохранительной системе как можно скорее. Уже вечером экипажи выйдут на свое первое патрулирование. Станислав Кухачук, Вадим Ревун, Николай Терещенко. Подробности. Телеканал Интер. Донецкая область. Сайту Миротворец не следовало публиковать персональные данные журналистов из этических соображений. Об этом Арсен Аваков заявил одному из интернет-ресурсов в Мариуполе. Он заверил, что никак не контролирует сайт. Но оправдать Миротворец попытался. Акцентировал, что передать свои персональные данные террористам сотрудники СМИ не боялись. А обнародование данных в интернете их напугало. Мало того, Аваков считает, что журналисты действовали незаконно, когда заехали в Украину через территорию Российской Федерации. На Франковской области на взятки попался майор полиции. Заработать хотел 1000 долларов. Требовал их у местного жителя, который подозревается в краже горюче-смазочных материалов. И вот за вознаграждение уголовное производство старший инспектор обещал закрыть. Место встречи назначил недалеко от районного отделения полиции. И во время передачи части суммы его задержали сотрудники СБУ. Дримтим Луценко. Новый генпрокурор впервые вышел на пресс-конференцию. Обещал реформы ведомства, новое расследование, защиту бизнеса. А для помощи собрал команду. Кто заходит в ГПУ? Кого оттуда попросили? И когда ждать первых результатов работы? Обо всем Елена Митясова. В работу с новой командой Юрия Луценко дает первую пресс-конференцию в качестве генпрокурора. Журналистам представляет своих замов. Правда, заочно. В зале из них никого. Первым заместителем назначен 30-летний адвокат, нардеп Дмитрий Старожук. Он будет отвечать за законность действий силовых структур и таможни. В помощь Луценко также адвокат Валентина Теличенко. Она станет курировать проведение реформ ГПУ. А также Евгений Йенин, международник, представитель интересов Украины в судах. Определился глава ведомства и с командой стратегов. Сергей Горбатюк возглавит департамент спецрасследований. Экономическими злодеяниями займется Владимир Гуцуляк. Следственный департамент отдан подчинение Юрию Грищенко. А вот зачистки в ведомстве ответственным назначен Айдаровец Петр Шкутяк. Все заступники это люди 30-35 лет. Они также не генеями и досвеченными победителями. Они будут делать все, что могут. Но мы все, наша команда, потребует громадской поддержки. Мы хотим реформовать этот генеральный могильник в современную европейскую институцию. На все про все два года, говорит Луценко. Планов уйма, задачи нарезаны. Из первоочередных расследования расстрелов на Майдане, а также дела Януковича и его семьи. Генпрокурор просит всех бизнесменов, у кого во времена беглого экс-президента отжимали бизнес или заставляли платить за крышевание, обращаться в прокуратуру. Я хочу видеть в суде всех причетных до расстрела на Майдане. В том числе, тех, кого можно заочно рассудить. Я хочу видеть в суде справа 255, построение мафиозного злочинного выплывания частей Януковича. Я хочу видеть доведенное до суду питание Захарченко. На контроле у генпрокурора и громкие дела. Убийство Гангадзе черновило и отравление Виктора Ющенко. Обещают войти в курс дел в течение месяца и обо всем доложить журналистам. Что касается личных амбиций, уверяет, работать будет по закону. И месть его плана не входит. Это касается судьи Вовка и других. Поэтому журналистов просит подобные вопросы впредь ему не задавать. Дела Курченко и Клименко генпрокурор напротив отдал военной прокуратуре. Рассматривать их будут в закрытом режиме, чтобы предотвратить утечку информации. А еще в планах Луценко создать генеральную инспекцию, как в Соединенных Штатах, которая станет заниматься подбором кадров для работы в прокуратуре, а также выявлять предателей и взяточников. Елена Митясова, Алексей Шматов. Подробности телеканал Интер. Печерский райсуд Киева арестовал имущество семьи бывшего главы госагентства лесных ресурсов Виктора Севца. Об этом сообщает Украинформ со ссылкой на свои источники в генпрокуратуре. По данным агентства, речь идет о четырех жилых домах, двух автомобилях и доле в бизнесе. Напомню, Севца подозревают в получении взяток на сумму более 140 миллионов гривен в обмен на право закупать в Украине древесину и лесоматериалы. Очередную контрабандную партию янтаря задержали на пункте пропуска Рава Русская. Двое мужчин пытались перевезти 45 килограммов с камня в бензобаке авто. Переправку осуществляли во время рабочей пересменки на таможне. Рассчитывали, что в это время машины досматривают не так тщательно. Янтарь для производства ювелирных украшений покупали в Украине, планировали продать в Польше. Приблизительная стоимость этой партии – 1 миллион гривен. Сейчас авто злоумышленников конфисковано. Им грозит штраф на сумму равной стоимости янтаря. В Черновцах запахло бунтом. Водители маршрутных автобусов угрожают забастовкой уже с завтрашнего дня. В чем причина? Выясняла Ольга Паломарюк. Стоимость проезда в маршрутных автобусах должна повыситься на гривну. Поднять цену перевозчики требуют уже полтора года. Мол, бензин и масло дорожает, еле сводят концы с концами. Сегодня пришли пикетировать мэрию. Меня это вынуждает, заставляет ситуацию. Я не зарабатываю. Я такой же черепчайный, как и все. Я уже весь шрот перепробовал на своей машине. Они должны покупать новую запчасть. Среди митингующих Павлина Храпчинская. В ее автопарке 17 автобусов. Чтобы обслужить и заправить машины, нужны несколько тысяч гривен ежедневно. Говорит, если проезд не подорожает, придется уволить персонал. Чтобы хотя бы выйти в ноль, перевозчики предлагают поднять стоимость проезда с 3 до 4 гривен. А еще сократить количество льготников. В каждом 2 месяца на маршруте перевозчику обходится 36 тысяч гривен, а в год это больше 13 миллионов. Вы это людям не говорите. Вы сделали с перевозчиков врагов черневчан. В горсовете бунт водителей назвали провокацией. Там показывают статистику. За последний год перевозчики неплохо заработали. Кто-то сократил льготные места, кто-то и вовсе курсировал реже. Мы четко должны понимать, что это шантаж. Потому что не может одновременно у всех перевозчиков закончиться больным. Против подорожания цен на проезд и горожане говорят, если уж и платить больше, то за лучший сервис. Я с дружиной ехал, я пораховал. Мы ехали, пораховали. Пораховали. Грубие. Черное светло. Телефон говорит. Это автобус. Это беда. Будут ходить пешки, кто не потянет эту цену. В результате члены исполкома решили убыточные рейсы сократить. Водители остались недовольны. Завтра обещают не выйти на маршруты. Ольга Поломарюк, Игорь Рига. Подробности телеканал Интер Черновцы. Еще двое наших соотечественников уже вскоре могут оказаться дома. Кто из 11 украинских узников следующий на очереди к свободе? Обо всем расскажет Данил Русаков. О том, что Геннадий Афанасьев и Юрий Солошенко подали ходатайство о помиловании информационное агентство с пометкой «Срочно сообщили во второй половине дня». Больше никаких подробностей. Известно только, что и крымский активист, и директор оборонного завода «Знамя» сейчас находятся в московском следственном изоляторе ФСБ Лефортово. Из колоний, куда они были отправлены согласно приговору, обратно их этапировали почти две недели назад. Юрия Солошенко из Нижнего Новгорода, Геннадия Афанасьева из республики Коми. Известно, что прошение на имя президента федерации Солошенко отправил почти сразу после того, как его приговорили к шести годам лишения свободы за шпионаж в пользу Украины. Осужденный по статье «Терроризм на 7 лет» Афанасьев в соответствующую просьбу оформил сегодня. При этом, по словам адвоката, пленника Геннадий свою вину не признает. Об экстрадиции написали родственники. Мы написали еще в декабре месяце это. И спасибо Министерству юстиции, потому что они, конечно, очень внимательно к нам отнеслись. Потом 10 марта, это уже было запущено в Российскую Федерацию, пока готовились документы. И где-то в начале или в середине апреля эти документы на экстрадицию принесли на подпись Генни. Гена их подписал. Однако в случае с помилованием узники могут оказаться в Украине гораздо раньше. А вот процедура экстрадиции на родину для отбывания наказания там могла бы длиться несколько месяцев. Перспективы помилования сегодня прокомментировал и пресс-секретарь Путина Песков. По его словам, такой информации он пока не располагает. Однако, несколькими днями ранее, сразу после освобождения Надежды Савченко, появились сообщения. На свободу из мест заключения вскоре могут выйти и другие украинцы. Со ссылкой на Ирину Гераченко, информагентство предположили, что этот вопрос может быть решен до конца мая. Тогда же в прессе зазвучали две фамилии. Афанасьев и Солошенко. Судьба других украинских заключенных, а именно Олега Сенцова и Александра Кольченко, пока не ясна. Они по-прежнему остаются в колониях. Режиссер в Якутии, активист в городе Копейск на Урале. Данил Русаков, Виталий Коваленко, Московское бюро, телеканал Интер. Глава Еврокомиссии посетит Россию впервые после введения санкций против Москвы. Жан-Клод Юнкер примет участие в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 16 июня, где, возможно, встретится с российским президентом. Европейский чиновник намерен использовать визит для разъяснения кремлевскому руководству позиции ЕС относительно санкций. Об их снятии речь не идет. В Париже начался процесс над группой страсбургских джихадистов, вернувшихся из Сирии. Их арестовали еще в прошлом году. Все подробности у Софии Гордиенко. Если верить пропагандистским роликам ИГИЛ, то райсмертники получают еще при жизни. Джипы, дома с бассейнами и восторженные девы – все это ждет любого правоверного, отправившегося на битву за господство шариата. Но история с 10 товарищами из Ильзаса показала обратное. Война остается войной с дикими нравами и внутренними разборками. Их было 10, увлекавшихся кальяном, интернетом и Кораном. Перед Рождеством, с 2013-го, они оставили родителей и жен и поехали в Сирию. Семеро вернулись спустя пару месяцев. Реальность отличалась от пропаганды. Двоих новобранцев убили сразу же на блокпосту. Одного за неповиновение бросили в подвал и издевались. Поэтому большинство решило уносить отсюда ноги. Дольше всех в Сирии пробыл самый молодой фуэт Мухаммед. Он вернулся во Францию только для того, чтобы 13 ноября взорвать себя в клубе Батаклан в Париже. Его сотоварищи арестовали. Кого в Турции, кого во Франции, прокуроры пока не предъявляют им обвинений в убийствах. Это надо еще доказать. Но за то, что участвовали в тренировках и проходили боевое обучение в Сирии, им светит по 10 лет лишения свободы. Подсудимые оправдываются, мол, ехали в целях гуманитарных, работать на кухне, подметать или вовсе развлекать детей. Правда, при этом в соцсетях почему-то постили снимки не с веником и поварешкой, а с автоматами Калашникова. София Гордиенко, Василий Трышковский. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. В Украине нашлась еще одна картина, украденная из Голландского музея в 2005 году. Новая улица в Хорне, Исаака Аватера, полотно 18 века. Сегодня неизвестный добровольно принес экспонат в посольство Нидерландов в Киеве. Якобы он получил его в подарок несколько лет назад, и лишь недавно узнал, что картину разыскивают владельцы. Полотно находится в ужасном состоянии и требует реставрации. В посольстве готовятся провести все необходимые экспертизы. Если подтвердиться, что эта картина одна из 24 похищенных 11 лет назад, она станет уже пятой найденной в Украине. Я напомню, 4 полотна нашли совсем недавно, в апреле месяце, сотрудники СБУ. История похищенных ночью экспонатов из музея голландского городка Хорн вообще достойна экранизации. 10 лет о картинах никто ничего не слышал. И вот в прошлом году их обнаружили в Украине на линии сопротивления бойцы одного из добровольческих батальонов. Полотна пылились на даче бывшего чиновника под Донецком. Но за их возвращение неизвестные потребовали выкуп 50 миллионов долларов. Хотя стоимость целой коллекции оценивается в десятки раз меньше. Нидерланды обратились за помощью к украинской полиции. В МВД подтвердили экспонаты в Украине. Но пока все разыскать не удалось. Завтра обязательно попытаемся выяснить более детальную информацию о сегодняшней находке и все вам расскажем. Пока продолжаем подробности. Вот что узнаете из второй части выпуска. Игра на нервах. За что судья готов выгнать Кернеса из зала. Сафари на студентов. Столичные военкомы продолжают сезон охоты в общежитиях. Трое спасателей оказались под завалом на мусорном полигоне недалеко от Львова. На них обрушились тонны отходов. Трагедия произошла во время ликвидации пожара. Все подробности с места происшествия у Галины Якушко. Пожар на мусорном полигоне тушили двое суток. Едкий дым накрыл и Львов, и прилегающие села. Лишь к сегодняшнему утру пожарным удалось справиться с огнем. В верхней точке полигона работал бульдозер. Забрасывал землей тлеющие угли. Незапно груда мусора сдвинулась. Оползень накрыл троих спасателей. Мы находимся внизу, смотывали рукава. Я смотрю, под ногами начинает земля хитаться, вот так, как землетрус начинается. Я смотрю, что лавина начинает рухаться с горы. Я начинаю втекать перпендикулярно к этой лавине, в сторону, а хлопцы начали втекать сюда до ставлю. И эта лавина их накрыла. Воду лили, лили, воно же не витримало. Там, напевно, еще землю сипали, и воно все вниз сунуло. Там страшная тонна летела. В спасательной операции задействовано полтысячи человек, сообщают в полиции. Зараз створен оперативный штаб. Все необходимое, в том числе и маски, и респираторы, лопаты, и все, другие снаряды, неофидная техника подтягиваются для того, чтобы какомога оперативнее завершить свою работу. Причины пожара на мусорном полигоне пока неизвестны. В службе по чрезвычайным ситуациям не исключают поджог. Что спровоцировало ополдень, тоже неясно. Не знаю, попередняя причина, может, потому, что проводились сверху какие-то работы. На Грибовицкую свалку вывозят мусор со всего Львова. Пожары здесь случаются регулярно, но такой крупный впервые. Волонтеры обратились к жителям Львова с призывом о помощи. Но сами пожарные, напротив, просят, чтобы никто не мешал спасательной операции. Утверждают, принимают все необходимые меры. Галина Якушко, Юрий Голубинко. Подробности, телеканал Интер, Львовская область. И как уже ближе к вечеру заявил глава национальной полиции во Львовской области Дмитрий Загария, к этому времени шансы на то, что попавшие под завал пожарные живы, очень невелики. По предварительной оценке, на них обрушилось более 100 тысяч кубометров спрессованного мусора. Спасательная операция может занять три или четыре дня. Дело Кернеса. Затянувшийся суд сегодня был окрашен скандалом. Кто и за что хотел выгнать харьковского градоначальника с заседания, все расскажет Лидия Калинина. Вот уже которое заседание допрашивают свидетели обвинения. Сегодня вызвали сотрудников ресторана «Макдональдс». Именно возле него, рассказывают пострадавшие, их били охранники Кернеса. Когда мы приехали в Макдональдс в этот день, то там как раз охранник Кернеса Смитский и его бригада захватили нас, вытащили на улицу, повалили на пол. Первые допрашивают менеджера ресторана, которая работала в тот вечер. Но говорит, помочь следствию особо не может. Мол, сама ничего не видела. Дальше вызывают бывшую сотрудницу Макдональдса. Так, говорит, драка происходила на ее глазах. Вроде была драка, видела несколько человек. Лиц не видела, так как они были вроде в спецодеждах. И лица не видела, вроде маски были. Адвокаты просят девушку опознать кого-то из охраны мэра, но та уверяет, лиц, дерущихся, не помнит. Прокуроры, а их трое, задают вопросы по очереди. Кернес недоволен. Опять прокурор возвращается к одному и тому же вопросу. Пусть дополняет, что это еще был Татьянын день. Прокурор по ведениям Геннадия Кернеса возмущен и просит судью реагировать жестко. Дракурор предусматривает от удаления, после удаления в завод заседания, в данный раз, дальнейшего, это может быть 30 удалений вообще завод заседания, так и дальнейшее привлечение к его комитет ответственности за неуважение суду и постоянное нарушение. Но судья спокоен, в основном следит за прениями, не перебивая. Участники процесса, то и дело прерываясь на перебранке, заслушивают троих свидетелей. Теперь их уже больше 20, но пока только двое подтвердили показания потерпевших. Напомню, два участника Евромайдана подали жалобу, что зимой 2014-го охранники Кернеса выкрали их, били, а после и сам мэр принял участие в экзекуции, разбив одному из парней нос. В следующий раз суд соберется 4 июля. Лидия Калинина, Александр Яновский, подробности, телеканал Интер, Полтава. Реконструкция трассы Одесса-Рени начнется уже в ближайшее время. Конкретные сроки и план работ президент Порошенко обсудил в ходе встречи с одесским губернатором Саакашвили. Финансироваться проект будет сразу из нескольких источников. Это и госбюджет, и средства от перевыполнения планов на таможне привлекут иностранных партнеров. Строительство трассы будет под личным контролем президента. Дорога не только соединит отдаленную часть региона с областным центром, она станет также частью международного транспортного коридора из Европы в Азию. Прошу взять это вопрос под персональный контроль. И если, не дай Боже, будет у нас взрыв финансирования, уповильнение темпов або пересунение тендеров на строительство дороги, прошу информировать меня лично. Сколько с вашими договоренностями с руководителями Румынии и других прикордонных стран, начались европейские проекты для Одещины. Это очень полезные проекты. Они имеют величайший потенциал для будущего, не только Одещины, но и Украины. А возле мэрии Одессы акции протеста. Там зреет очередной градостроительный скандал. Местные власти хотят утвердить так называемый план зонирования города и выделить земельные участки под многоэтажную застройку, в том числе и в исторической части, и на морском побережье. Этот план противоречит утвержденному два года назад генплану Одессы, а проект документа не прошел общественное слушание, заявляют активисты и ряд депутатов горсовета. Несмотря на протесты, комиссия по архитектуре и строительству сегодня утвердила проект документа и рекомендовала для рассмотрения на сессии. Оппозиционный блок уже подал в суд иск с требованием отменить это решение. После того, когда будет опубликован окончательный вариант, с учетом доработок, наконец-то будет выноситься доработанный вариант с зонами. Принятие этого документа в такой форме, это попросту превращение Одессы в одну большую строительную площадку. То, что сейчас пытаются принять, это нарушение всех норм, законов. Ситуация на востоке страны обостряется. Боевики все чаще пускают в ход запрещенное тяжелое вооружение, в частности самоходки. На карте горячих точек в зоне АТО появилась еще одна, это шахта Бутовка. Изо дня в день там из пушек и минометов обстреливают позиции армейцев. Наш военкор Руслан Смещук сегодня там побывал. Шахта Бутовка. С одной стороны Донецкий аэропорт, с другой Авдеевская промзона. Здесь позиции украинской армии вплотную подходят к позициям боевиков. Даже вражеский флаг можно разглядеть без бинокля. Повсюду свежие воронки и дыры в стенах. Это в ночи проводили? В ночи, да. Наеднем и мучиться работали. А это что? Это в 120-м. А, 120-м. Миномет. Миномет. Никого не контузило? Не, было и 300, и было ран, и не контузив. Всю минувшую неделю по этим позициям работала тяжелая артиллерия. Вот такими и еще большими калибрами. 122 миллиметра, вроде, ставушки были. Это оно не сработало, да? Нет, не сработало. Вот она, отбитый взрыватель. Вот, 122 миллиметра. Сегодня ночью было прилетов около 20, мин 120-к, 152-ки, все в куче. Двое суток назад был прилет, около 104 прилета в нашу сторону. Пока ходим по помещению шахтного Копра, на соседних позициях начинается стрелковый бой. Скучать армейцам тут даже днем не приходится. После этого мы покидаем позицию на Бутовке и уезжаем. Руслан Смещук, Александр Данилов и Анатолий Воробей. Подробности телеканал Интер. После затишья в Днепропетровск вновь массово везут бойцов с передовой. За минувшие выходные 24 человека. Почти все они с тяжелыми ранениями. Подробнее Наталья Грищенко. В мирной жизни оператор нефтеперерабатывающей базы. На передовой водитель БТР. В больницу из-под Волновахи Сергей поступил в выходные. Все, что помнит, как обычно, сел в бронетранспортер и выехал на плановый рейд по окрестностям. Мина противника разорвалась прямо под колесами. Сколько еще операций впереди, Сергей не знает. Его состояние, как и у большинства доставленных сюда, тяжелое. За выходные в Днепропетровскую областную больницу привезли 12 бойцов. За жизнь двоих врачи борются вторые сутки. Потому что они на своем пути разрывают ткани, ломают кости. В военном госпитале операционные тоже не закрываются. В основном раненых везут из-под Авдеевки. Евгений поступил сегодня утром. После плотного обстрела противника, его экипаж выехал за ранеными. И сам попал под обстрел. Мы за раз вывезли шестерых. И потом вторая машина еще раз шла. Начался обстрел на мёд. Осколки позаходили в ногу, в таз, в руку. 82-я мина упала. Ему повезло, что выжил. Но с больничной койки поднимется не скоро. И таких в военном госпитале много. Вчера 8, с утра привезли еще четверых. Есть стабильно средние тяжести. Но стабильно тяжелые. Но ничего им не угрожает. Ждем, что будет поступление еще больных с огнестрельными повреждениями. Предупредили, что будет борт, конечно. Когда прибудет борт, врачи не знают. И готовятся работать в режиме нон-стоп. Наталья Гриченко, Евгений Коденцов. Подробности. Телеканал Интер. Днепропетровская область. В общежитии Киевского политехнического по-прежнему после полуночи наведываются гости из военкоматов. Забирать студентов в армию. Этой ночью ушли ни с чем. А в защиту тех, кого забрали в пятницу, сегодня выступили их родители. Удалось ли им отстоять права детей, выясняла Ирина Романова. Киевский сборный пункт именно сюда, прямо из постели, привезли студентов-призывников, представителей военкоматов. Мобилки забрали. Когда об этом узнали родители, немедленно приехали из региона в столицу. Юрий здесь с пятницы. Сын шестикурсник говорит, 16 июня должен был защищать диплом. Почему так срочно забрали их детей, родители не понимают. Ведь срок призыва заканчивается 30 июня. И студенты могли еще сдать экзамены и защитить дипломные. Все тримали три дня. Ни на какие уговоры, чтобы сдать сессию, или еще что-то. Почекать строчку на месте сдать, никто не соглашается. Мы не против того, чтобы забрали в армию. Просто сдать экзамены, закрыть курс, вообще неправомерно. Насколько мы узнали по других военкоматах, детей должны были отпустить вечером. На следующий день мы должны были снова явиться. Но такой возможности никто никому не давал. В городском военкомате объясняют, призывники, потерявшие право на отстрочку, после выхода указа президента о призыве, должны были сами явиться на участок в 10-дневный срок. Еще в 5 ранку подняли студентов и привезли до военного комиссариата. В данном случае национальная полиция обязана действовать расширку и доставку призывников, которые ухиляются от призыва, до военного комиссариата. Студенты-активисты из политеха норму закона не оспаривают. Но то, как ее выполняли, вопросы у них вызывает. Нарушена сама процедура призыва. Они должны были явиться с представителями полиции. Во-вторых, они не подписывали акт о конвоировании на ДВРЗ. В-третьих, пока они не прошли медкомиссию, они до юра не военные, а гражданские. Гражданских здесь не могут удерживать силой. В принципе, говорят юристы, родители могут подать в суд на военкоматы за нарушение процедуры призыва. Но сегодня в срочном порядке автобус с 80 призывниками, среди которых и 8 студентов КПИ, выехал из сборного пункта в учебную часть в Старочах Львовской области. Представители суд-актива отнесли жалобу в городской военкомат. Ирина Романова, Андрей Кузнецов. Подробности телеканал Интер. Израильская армия проводит учения в виртуальной реальности. Теперь танкистов и артиллеристов тренируют на симуляторах. Но условия таких тренировок даже жестче, чем в жизни. На виртуальном полигоне израильской армии побывал мой коллега Сергей Услендер. Диковинные аппараты, словно из звездных войн, на самом деле боевые танки, которые поближе Меркава-3, что подальше новейшая Меркава-4. Первый сейчас движется по голландским высотам, второй по густо застроенной арабской деревне. Это самые современные симуляторы боевых машин, разработанные специально для израильской армии. Несмотря на то, что в их создание вложили много денег, в итоге они принесут армии серьезную экономию. Теперь не нужно гонять настоящие танки на полигоне, отрабатывая каждую задачу в отдельности. Часть тренировок можно проводить здесь, при этом не растрачивая драгоценный ресурс моторов и топлива. Изнутри кабины снимать не дают, секретно, но водительское место в точности воспроизводит место водителя танка. А машина с помощью гидравлики точно передает усилия, тряску, повороты, наклон, в общем, все ощущения, которые испытывает танкист, когда ведет Меркаву по полигону. Главное достоинство такой программы – мы можем смоделировать любую, я подчеркиваю, любую ситуацию. Например, опрокинуть танк. В жизни это нанесет машине ужасный ущерб, пострадают люди. А тут, проиграв такую ситуацию много раз подряд, мы научим водителей ее избегать. Можно подорвать танк на фугасе, можно поместить водителя в лес или пустыню, отправить его ехать по улицам Ливанского города, причем программы используют реальные карты. На соседней улице базы тренируются наводчики, при этом над полем царит тишина, так не характерная для танкового стрельбища. Симулятор стрельбы работает немного по-другому. Вот, например, танк Меркава-4, самая настоящая боевая машина. Она, кстати, принимала участие в операции «Несокрушимая скала». Вот она вроде как мирно дремлет здесь на стоянке. На самом деле, этот танк сейчас в бою, только в виртуальном. Там он стреляет из пушки, из пулемета, но все происходит вот в том белом вагончике, в компьютерах. Танки подключают к компьютерам, и машины на время превращаются в тренажеры. Теперь каждый водитель и каждый наводчик танка наматывает часы в кабинках или расстреливает сотни снарядов, при этом экономя деньги и боеприпасы. На подобных устройствах тренируются артиллеристы и снайперы, даже обычные пехотинцы. Настоящих учений, говорят в армии, это, конечно, не заменит, но зато поможет солдатам набираться опыта, не рискуя ни жизнью, ни техникой. Сергей Услендер, Ярослав Исаев. Подробности телеканал «Интер», тренировочная база «Шизофон». Наказание в духе фильма ужасов. В Японии родители оставили ребенка одного в лесу, где водятся медведи. Подробности этой жуткой истории посмотрите в нашем обзоре. Папа Римский вручил медали голливудским кинозвездам. В Ватикане награды получили Ричард Гир, Джордж Клуни и Сальма Хаек за помощь организации, созданной понтификом. Ее активисты распространяют образование посредством искусства и современных технологий. Две бывшие жены и дочь заступились за Джонни Деппа, которая его нынешняя супруга Эмбер Хёрд обвинила в домашнем насилии. Лори Энн Эллисон, Ванесса Паради и Лили Роуз Депп заявили, что голливудский актер не способен поднять руку на женщину. Эмбер Хёрд через суд добилась запрета для Деппа приближаться к ней, якобы из-за рукоприкладства. Пара в процессе развода. Жуткое наказание устроили семилетнему сыну родителей в Хоккайдо. За непослушание во время семейного похода мальчика по имени Танука оставили одного в лесу, где водятся медведи. Когда взрослые вернулись через 10 минут, ребенка на месте не было. Уже три дня Тануку ищут 150 спасателей и полицейских. Ребенок был одет лишь в футболку и джинсы, а ночью температура в лесу опускается до 7 градусов по Цельсию. Безработный британец Томас Твейтс три дня прожил в стадии коз. Томас, устав от действительности, он сконструировал специальный костюм, чтобы походить на парнокопытное и отправился в Альпы. Целыми днями прыгал по горам и жевал траву. По словам эксцентричного британца, ему пришлось нелегко, но он сумел подружиться с животными, а еще изменить жизнь. Томас написал книгу о своих приключениях и стал популярным. 12 стран Европы за 24 часа. Новый мировой рекорд по экспресс-путешествиям установил британец Адам Лейтон. Начал маршрут в Германии, а завершил в Австрии. Он летал на самолетах, ездил на поездах и автобусах. Последние 4 километра пришлось бежать. Теперь Адам ждет официального подтверждения из книги рекордов Гиннеса. В Китае построили самую большую стеклянную площадку в мире – 415 квадратных метров. Платформа сконструирована на вершине горы, на высоте 400 метров над землей. Почти все ее элементы – пол и ограждение из стекла. Впечатление такое, будто вы зависли над пропастью. У некоторых посетителей кружится голова, другие от страха ложатся на пол. Южные и центральные штаты Америки затопило. Там бушует тропический шторм Бонни. Больше других пострадали Джорджия, Техас и Канзас. Из-за проливных дождей в некоторых районах произошли наводнения. Три человека пропали без вести, их унесло потоком воды. Порывы ветра достигали 50 километров в час. Это первый тропический шторм, который достиг США в нынешнем году. А в Германии натворил бедшторм Эльвира. Четыре человека погибли, десятки госпитализированы. Ущерб оценивается в миллионы евро. Какие земли пострадали больше всего, а какие только готовятся встречать ураган, расскажет Татьяна Лагунова. Перевернутые машины, выкорчеванные с корнем деревья, сорванные крыши, затопленные дома. Так выглядят сегодня многие города на юге Германии. Всему виной шторм Эльвира, который бушевал в регионе в эти выходные. Он принес шквалистый ветер и сильнейшие осадки. 90 литров на квадратный метр. Такого мощного урагана метеорологи не фиксировали уже лет 20. У нас была сильнейшая гроза и ливень, столько воды мы никогда не видели. Больше всего пострадали Бавария и Баден-Вюртенберг. В этих землях Эльвира унесла жизни четырех человек. Это официальные данные. Еще несколько местных жителей пока считаются пропавшими без вести. Мы сейчас ищем людей, о местонахождении которых ничего не известно. Учитывая погодные условия, вероятность того, что они погибли, очень велика. А в городке Хопштадт-Тенбулле 40 человек, взрослые и дети. Госпитализированный после удара молнией, которая неожиданно ударила по спортивной площадке, где проходил футбольный матч. Гроза пришла с северо-востока. Молния ударила неожиданно. Небо было чистым и голубым. Никто такого не ожидал. Ущерб нанесенные стихии пока не подсчитывали. Но власти Германии уже намекнули. Счет идет на миллионы. Если на юге Германии погода уже наладилась и там приступили к восстановительным работам, то остальные регионы страны только готовятся встречать Эльвиру. Синоптики прогнозируют, сегодня ночью стихия ударит по северным и восточным землям. Татьяна Луганова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Вот таким запомнят этот день Украина и мир. Спасибо, что смотрели. До встречи в подробностях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова